МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. С заботой о будущем урожаем. Агрария Чуваши готовится к весенним полевым работам. Об экологии с малолетства в детском саду прошел урок энергосбережения. Нестареющая классика. В Чебоксарах постановкой Жизель открылся международный балетный фестиваль. Решать задачи переселения граждан из бараков в новые квартиры в стране будут по-новому. Накануне об этом говорили в Москве члены рабочей подгруппы Государственного совета. Сейчас под руководством главы Чуваши готовится детальный доклад президенту страны об аварийном жилищном фонде. Какие проблемы при его ликвидации возникают у регионов и что может прийти на замену федеральной программе. Подробности у Дмитрия Ковалева. Намеченные задачи реализовать удалось. Помощник президента страны Игорь Левитин уверен, что к сентябрю этого года программу ликвидации аварийного жилья завершат большинство субъектов. Но возникает резонный вопрос, будет ли и дальше оказываться поддержка жителям, которые сейчас проживают в бараках. Губернатор Амурской области говорит, только в его регионе необходимо переселить людей с 300 тысяч квадратных метров. Бюджет был принят за кредитом 96%, мы его снизили на 11%. По требованию Минфина мы сейчас очень жесткие в рамках. Аварийное жилье, я сейчас посмотрел сравнительную таблицу, у нас 340 тысяч, у наших соседей у Хабаровска 40 тысяч аварийного жилья. Я предполагаю, что то, что не поставлено было на 1 января 2012 года, наверное, будет поставлено в последующем. Ставить на учет аварийное жилье в стране продолжат и дальше. Но пока непонятно, из каких источников будет финансироваться эта программа. В Минстрое страны предлагают разные варианты. Те дома, которые мы сегодня с вами переселяем, они стали аварийными, в том числе из-за того, что не было программ модернизации и капитальный ремонт этого жилья. Должен быть не программно-целевой метод, когда мы говорим. К такому-то году завершить все расселение. Жилищный фонд будет постоянно нарастать. Если мы не дадим регионам инструменты переселения и принятия решений по расстелению, раз, и по развитию своих территорий, два, то мы эту проблему постоянно, она постоянно будет стоять остро на повестке дня. Члены госсовета в Кремле обсудят создание специализированного фонда, который будет курировать вопросы ликвидации аварийного жилья. Предстоит решить и другие проблемы. В ближайшее время необходимо проработать законодательную базу. Очевидно, что после сентября только за счет бюджета переселять жителей в новые квартиры не получится. Критерии определения ветхого жилья, аварийного жилья с законодателем на уровне нормативно-правых документов еще предстоит совершенствовать. Почему я так говорю? Потому что не совсем до конца учтены вопросы социального статуса, вопросы социальной справедливости. Любой собственник должен нести ответственность. Все риски постоянно не должны перекладывать на государство. Мы примерно составили, сегодня 1750 человек у нас живут уже в аварийном жилищном доме, которые признали муниципальное образование после 1 января 2019 года. Стоимость это примерно 750 миллионов рублей. Михаил Игнатьев считает, что государственная поддержка должна стать адресной. В первую очередь ее необходимо оказывать многодетным и малоимущим семьям. Если на самом деле семья на сегодняшний день в трудоспособном возрасте, они могут работать, зарабатывать деньги, они могут оформить кредит, то они должны использовать уже другие механизмы и 100% со стороны бюджета обеспечить их жильем не совсем справедливо. В Минстрое говорят, что лучшие регионы необходимо стимулировать. Ответ за членами Госсовета. В начале мая им представят доклад, в котором будут проанализированы все этапы реализации федеральной программы. Не могу не похвалить за очень четко эффективное взаимодействие и соответствующее управление администрации президента и команду Михаила Васильевича Вашего, потому что действительно работа была очень четко организована. Это позволило сформировать в редакционной группе тот доклад, который всем разослан. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. Влад Чуваший поднялся на три строчки в рейтинге влияния глав субъектов России. Михаил Игнатьев занимает 40 место. Он входит в группу «Сильное влияние». Лидерами рейтинга остаются мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Мининханов. Рейтинг составил агентство политических и экономических коммуникаций. Паспорта приоритетных проектов утвердили на заседании Совета по стратегическому развитию республики. Все они направлены на повышение инвестиционной привлекательности нашего региона, создание благоприятных условий для жизни и ведения бизнеса, улучшение экологической обстановки. О некоторых проектах далее. Проект развития системы «Одного окна» в рамках поддержки малого бизнеса призван совершенствовать работу МФЦ. Сегодня самыми востребованными у предпринимателя являются услуги по регистрации юридических лиц и ИП, постановка на кадастровый учет и получение сведений с государственного кадастро недвижимости. Для оказания бизнеса они наиболее трудоемкие и по времени продолжительности. Да, мы в соответствии с указом президента Российской Федерации 2012 года мы указ исполняем по предоставлению услугам на базе МФЦ. Это по продолжительности ожидания в период 15 минут. У нас есть проблемы в часы пик. Это в обеденное время и после рабочего времени. У нас время ожидания доходит и до 30, и до 40 минут. Решить проблему поможет создание специализированных окон для бизнеса. Самым объемным стал проект, направленный на дальнейшее социальное развитие села. В районах республики построят еще 43 ФАПа, 16 клубов, 7 объектов газификации и 9 водоснабжения. Создание инфраструктуры на селе позволит повысить инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса, отметил министр сельского хозяйства Чуваши Сергей Артамонов. На предыдущих заседаниях совета утвердили 10 паспортов проектов. Все они направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие республики и должны быть выполнены, отметил глава Чуваши. В конце месяца хозяйства республики уже начнут сев. О том, как идет подготовка к весеннепылевым работам, говорили сегодня в Цивильском районе. Руководители муниципалитетов, сельхозпредприятий, специалисты-аграрники смогли лично оценить возможности новейшей техники и технологии. Семинар прошел на одном из ведущих агропредприятий республики, филиале фирмы «Авангард» «Цивильский бекон». А затем в поселке «Опытное» обсудили основные направления работы на 2017 год. Выстроились как на парад. Посевная техника уже готова. Новые тракторы, комбинированные селки и культиваторы должны помочь аграриям значительно сократить время при проведении посевной. Сахабака были на сегодняшний день работать над тем, чтобы приготовить техники посевной к работам. Также почти готовы у нас семена, семена, элитные семена закуплены, удобрения закуплены, ГСМ тоже закуплены на 2017 год. И также, значит, мы работаем, это, ну, животноводство у нас есть, молочное производство. И поэтому у нас, как бы, пока денежных финансовых проблем больших нет. Технику к весеннеполевым работам начинают готовить уже осенью, а в марте она должна пройти техосмотр. Сейчас в арсенале более 23 тысяч единиц. Из них 23% принадлежат сельхозпредприятиям. Почти 50 – частным хозяйствам. И последние – на особом контроле у гостехнадзора. Кроме осмотра техники, говорили о предоставлении льготных кредитов, а также подготовке семян и удобрений. Все программы, которые действовали в прошлом году, в 2016 году, они действуют и в этом году. В бюджете всего предусмотрено около 2 миллиардов 300 миллионов рублей, включая лимиты на льготное кредитование. И в ближайшее время наша одна из основных задач – эти деньги быстрее довести до сельхозтоваропроизводителей, до весеннеполевых работ. Но здесь нам нужно полное понимание, чтобы все руководители понимали, что не должно быть никакой задолженности. Сейчас в сельхозпредприятиях заготовлено почти 80% семян. Топливо закуплено почти половина необходимого объема. И если погода позволит, то техника выйдет в поля через три недели. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Три автобуса большой вместимости начали курсировать по маршруту номер 101 из Новочебоксарска в Чебоксары. Такое решение было принято после изучения пассажирпотока общественного транспорта в часы ПИК. На прошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваши Владимир Иванов лично ознакомился с организацией пассажирских перевозок на маршрутах Чебоксары-Новочебоксарск. Министр пообещал разобраться в ситуации, найти транспортные резервы в часы ПИК. Была создана рабочая группа, проведены заседания по решению данной проблемы. По итогам Чуваши Автотрансу поручено изыскать резервные возможности и направить автобусы на маршруты. Кроме того, предприятие должно мониторить интервалы движения в зависимости от пассажиропотока и соблюдать расписание. Сегодня 75 лет заслуженному работнику образования Чуваши, члену Совета Старейшин Республики Валерию Васильевичу Сапожникову. Поздравление юбиляр принимал в стенах Чебоксарского педагогического колледжа, который возглавлял в течение 10 лет. Валерий Сапожников родился в селе Новое Тинчурино Яльчикского района. Окончил Уссурийский педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Куда только не забрасывала судьба Валерия Васильевича. Поистине, это человек эпоха. Говорят о нем коллеги и друзья. В Приморском крае он проработал сначала учителем, а затем и директором школы. По возвращении на малую родину Валерий Сапожников работал в комсомоле, в партийных органах, а затем заместителем министра образования и молодежной политики Чувашии. И почти 10 лет руководил Чебоксарским педагогическим колледжем. Здесь до сих пор царит атмосфера, созданная Валерием Сапожниковым, рассказывают его коллеги-педагоги. Все брали с него пример. И всегда, и сегодня, хотя я уже по возрасту, я не молодой, стараюсь всегда взять вооружение его слова и работать честно и на благо нашего чувашеского народа. Мы сегодня продолжаем идею Валерия Васильевича и дальше работаем. Много добрых слов в адрес Валерия Васильевича поступило от руководства министерств и ведомств. Поздравительную телеграмму прислал голова Чувашия Михаил Игнатьев. Отрадно, что вы продолжаете занимать активную гражданскую позицию, передаете свой опыт и знания молодежи, участвуете в обсуждении актуальных вопросов общественного развития. От всей души желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия вам и вашим близким. За многолетний добросовестный труд и большую общественную работу Валерий Сапожников награжден медалью Ордена за заслуги перед Чувашской Республикой, Орденом Знак Почета и почетными грамотами. Валерию Васильевичу 75. А верится с трудом. Ну как ему удержаться, глядя на молодежь и не спеть, когда у инструмента давний друг и коллега, с которым когда-то выходили на сцену. И полгород глубоко залег в степи. Выходи, выходи скорее, кто в молод базу граждую лепит. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Объявленный в этом году год экологии стал мощным стимулом для развития самых разных программ. Сбережение энергии – одно из приоритетных направлений в Республике. В детских садах уже реализуется проект по эффективному потреблению энергоресурсов. Детский сад номер 204 – яркий пример в прямом смысле слова. Во всех помещениях установлены энергосберегающие и экологически безопасные лампы. Они не только повышают качество освещения, но и долго служат. Датчики движения реагируют на появление людей. Кроме того, лампы включаются, когда становится темно. Этот проект выгоден не только с финансовой стороны. Он позволяет привить детям бережное отношение к ресурсам. Все это направлено на то, чтобы дети научились беречь нашу природу, энергоресурсы. Наша Россия – богатая страна, но я считаю, что юные граждане России должны с детства относиться бережно к воде, к электричеству, к газу. Тем более детки, они играют и именно в игре очень хорошо все это усваивают. Специалисты из Музея занимательных наук Эйнштейна привезли в садик целую лабораторию. Опыты со статическим напряжением и водой вызвали восторг не только у детей, но и у взрослых. Что с ним станет? Начнется испарение, выделение этого самого газа. Видите? Такой подход к экологическому образованию приносит свои плоды. Маленькие граждане уже осознают свою ответственность перед природой. Мои руки смываю и выключаю. Когда я выключаю свет, я буду очень верно относиться к воде и свету. Кстати, о воде. Опыт энергосбережения есть и в детском саду номер 7. Там была опробована практика сенсорных кранов. Они позволили уменьшить расход воды на 40%. Нас всю жизнь, конечно, еще с советских времен воспитывали, что нужно экономить и электричество, и энергию, и нашу природу. И хорошо, что вот сегодня на этих опытах показывают детям, что нужно это делать в любое время. Бережное отношение к ресурсам не имеет территориальных границ. И не важно, дома ты или на работе, в гостях или на улице. Наш дом один. Это земля. Воспитанники кадетских корпусов России собрались в президентской библиотеке на ежегодную конференцию. Конференция-вебинар посвящена истории российского кадетского движения и его современному развитию. Она транслировалась на сайте президентской библиотеки в режиме онлайн. В видеоконференции по всей России приняли участие курсанты военных и суворовских училищ, пожарно-спасательного корпуса, кадетских корпусов, а также воспитанники республиканской кадетской школы. Кадетам рассказали об истории ордена святого Александра Невского. Показали фрагменты фильма про известного русского полководца. В национальной библиотеке кадетам провели заповедный урок о государственном природном заповеднике Пресурский. Рассказали о Дне воинской славы России, посвященном 775-летию победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере. Через неделю для кадет России пройдет конференция-вебинар «День космонавтики» в президентской библиотеке. 8 апреля в 11 часов на площади республики города Чебоксары пройдет общественная акция «Вместе против террора» в памяти жертв теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. В результате трагедии погибли 14 человек. Более 40 находятся в больнице. Полагаем, что участие примет около 5000 человек. За сегодняшний день поступило множество звонков от лидеров молодежных общественных организаций, лидеров студенческих организаций, студсоветов, которые готовы присоединиться, которые готовы выйти. Терроризм является большой угрозой для каждого из нас. И здесь мы все должны объединиться в борьбе против терроризма. В Чебоксарах открылся 21-й международный балетный фестиваль. В этом году он посвящен 50-летию балета «Чуваши». Фестивальные афиши, классические постановки разных лет. Золушка, Боедерка, спящая красавица, Жизель. На открытии побывала наша съемочная группа. В этом году на открытие фестиваля приехали гости из столицы России – Санкт-Петербурга, Японии. Организаторы разыскали и пригласили и ветеранов нашей балетной сцены, которые стояли у истоков создания чувашского балета. Я была счастлива, что я приехала в Чебоксаро. Почему-то мне очень хотелось именно в Чебоксаро приехать. К себе как идти на родину. Потому что и одноклассники тоже предлагали «Не уезжай, оставайся в Ленинграде». Но мне почему-то казалось, что нет, я должна танцевать у себя на родине. И мы уже второе поколение тех групп, которые посылались в Ленинградское хореографическое училище. В день открытия зрители увидели мистическую историю о молодой и наивной девушке Жизеле. Главной партией танцевали приглашенные артисты. Солистка Михайловского театра Сабина Япарова и гость из Большого Андрей Меркурьев. Редакция вашего театра, как бы Чувашского театра, отличается от Москвы тем, что у нас редакция Григоровича. И, конечно, там есть свои нюансы и по хореографии, и по стилистике, и по костюмам. Здесь сегодня мы показываем все-таки более редакцию похожую, наверное, не похожую, а редакцию Мариинского театра. Роль Альберта в Жизеле каждый интерпретирует, наверное, по-своему. У кого-то он такой прям граф-графом, у кого-то он романтик, у кого-то он просто влюбчивый, знаете, такой бабник, скажем так. Я больше играю, наверное, романтического героя, такого теплого, и я влюбляюсь по-настоящему. В Боядерке выступят звезды Мариинского театра Оксана Бондарева и Евгения Иванченко, а также солист кремлевского балета Егор Мутузов. А для выступления в «Спящей красавице» приглашены Евгений Образцова и Денис Родькин из Большого театра. Завершится фестиваль традиционно гала-концертом. 6 апреля Государственный исторический архив Чувашской республики приглашает всех желающих на акцию «Ночь в архиве». Посетителей ждет знакомство с этапами возникновения и развития самого долговечного носителя информации – бумаги. А для гостей подготовлена выставка «Лес. Наше богатство», экспозиция изделий из дерева, поэма о дереве и выставка книг о флоре и фауне Чувашии. К акции присоединится и Республиканский театр кукол со спектаклем «Весенние приключения медвежонка Тимчо». Всех желающих ждут в 16.00 до 21.00. Вход свободный. Российская студвесна отмечает четверть века, хотя в Чувашии она появилась даже раньше. Первые ежегодные конкурсы студенческой самодеятельности стали проводить учащиеся Чувашского государственного университета. В 80-е и 90-е годы эти выступления назывались «капустниками». Сегодня студвесники ЧГУ побеждают на республиканских этапах и участвуют во всероссийских. На концерте одной из команд побывала наша съемочная группа. Химики, медики и управленцы. Знакомьтесь, это сборная трех. Или пупсики, как их прозвали болельщики. Выступления медиков всегда отличались особой философией и легким трагизмом. В этом году пупсики сменили направленность, взяв за основу ирландскую пьесу «Колека» с острова и «Нишман». Это наша традиция, делать более серьезные постановки, но тем не менее будет доля юмора и, конечно же, яркие номера. Медики отличаются все-таки, наверное, каким-то интеллектуальным юмором, очень таким острым, иногда, может быть, колким. Вообще, команда ЧГУ уникальна. К примеру, на студвесне историко-географического факультета можно расслабиться, посмеяться. А строители неожиданно поражают зрителя своей эмоциональностью. Действительно, это своя атмосфера, свой позитив. И сегодня я могу для себя убедительно сказать, что это намного более высокое и интересное занятие для молодежи, чем вести нездоровый образ жизни, допустим, или выходить на какие-то митинги. Традиции студвеснь Чувашского университета ценят и за пределами республики. Ежегодно наши студенты участвуют в российской студенческой весне. Традиционно мы являемся, скажем так, ведущим вузом, не побоюсь этого слова, ведущим вузом, который делает самые интересные, самые красочные, самые многогранные студвесны. И многие наши студенты объездили всю Россию, были и в Тюмени, и в Казани, в Ульяновске, во многих других городах. Сейчас мы готовимся к республиканской студенческой весне. Она будет проходить в Туле, ну и, соответственно, дальше мы планируем попасть в Кремлевский дворец на завершающую всероссийскую студенческую весну. Наши новости и программа на сайте ntrk21.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Милые дамы, Сержинетти представляет новую, стильную, модную коллекцию. Ваш яркий, неповторимый образ начинается в Сержинетти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин